Алма-Атинцев атакуют клещи. С начала весны к врачам обратились уже 135 человек. Чаще всего нападению опасных насекомых подвержены дети. Для того, чтобы обезопасить население, в городе начали проводить масштабную дезинфекционную обработку. Об этом на брифинге рассказали представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Какими средствами намерены травить клещи и безопасны ли они для людей, узнавал Ануар Амангельдинов. С начала марта по сегодняшний день в больницы Алматы с укусами клещей обратились 135 человек. Из них 84 – это дети до 14 лет. Всего экстренную помощь оказывают 5 травмпунктов города. Окрестности города наиболее опасны. Именно там расположены лесные массивы, где высока вероятность укуса клещей. Кроме этого, значительное количество насекомых обитает в парках и сферах. Сейчас их уже вовсю обрабатывают. В текущем еписезоне обработке подлежат лесные массивы и городские парки, скверы общей площадью 2366,56 гектара. Из них 9 лесных парков массивов общей площадью 1904,924 гектара, 100 городских парков и скверов общей площадью 461,636 гектара. Почти на 300 гектарах работы уже завершены. Закончить первый тур обработки намерены до конца апреля. Однако помешать планам может погода. По словам специалистов, для борьбы с клещами используется новый препарат. Все разрешенные средства, которые применяют центр дезинфекции, относятся к веществам четвертого класса опасности. То есть это малоопасные для здоровья. Но все равно необходимо соблюдать правила и меры безопасности во избежание попадания препарата на кожу или в глаза. Я бы не советовала находиться в непосредственной близости в месте, где проводится эта дезобработка. Обработка проводится в два тура. Следующий планирует начать уже в мае. Сколько всего было выделено на эти работы, представители центра дезинфекции ответить не смогли. Мы сказать не можем. Она есть у нас, эта цифра. Просто мы эту цифру не брали с собой, а надо точно говорить. Эти цифры вы можете узнать, пожалуйста, в бухгалтерии центра дезинфекции. Угроза укуса клещей сохраняется вплоть до середины осени. Специалисты советуют горожанам одевать закрытую одежду, а также следить за состоянием здоровья. В случае обнаружения клеща необходимо оперативно обратиться в больницу или позвонить в скорую.